всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодняшний выпуск посвящен одному наверное из самых известных итальянских хлебов чиабатти в переводе с итальянского чиабатта означает тапочек наверное свое название она получила за свой разлапистый растоптанный вид второе отличие по которым потребители узнает это очень хрустящая корочка и наличие огромных воздушных пузырей под ней существует невообразимое множество разных рецептов этого хлеба я за недостатком времени собираюсь показать вам только два это будет чиабатта обычная и чиабатта интеграль то есть чиабатта из цельнозерновой муки в состав входит мука вода дрожжи и соль ну и несколько капель оливкового масла вот чтобы из такого прямо скажем ну невзрачного набора продуктов приготовить что-то стоящее нам потребуется время это я веду к тому что готовить тесто надо опарным способом и и заварю сегодня хлеб буду готовить уже завтра поехали для обоих разновидностей опара будет использоваться на этаже приготовленная на пшеничной муке высшего сорта сначала воде разведу дрожжи вот так мы теперь добавлю муку и тщательно вымешиваю и использую для этого свой чудо агрегат вымешивать можно руками можно миксером это не принципиально тесто для опары вымешивать надо до однородности важный момент чиабатта готовится из теста с высоким содержанием воды это облегчает работу дрожжей особенности ведения теста обеспечивают ему в конце концов огромные большие газовые пузыри пора уже выключать и чтобы за время брожения опара не пересохла накрываю и и пленкой так вот чтобы такое избыточно влажное тесто могло удерживать свою форму и удерживать вот эти пузыри газа мука должна содержать большое содержание глютена то есть терминологии пекарей быть сильной обращать внимание на содержание белка в муке когда и покупаете и вот в таком виде и оставляю эту дежу на столе до завтра минимальное время брожения 4 часа идеальная 24 по прошествии этого времени опару надо использовать если у вас такой возможности сразу нет отправляйте в холодильник в холодильнике она простоит еще до четырех дней до завтра смотрите как выглядит опара через 22 часа брожения самое время вступить к приготовлению теста но напомню что я собирался приготовить 2 чиабатты поэтому половину опара надо отделить вот эта половина пойдет для обычной чиабатты а вот это для чиабатты интеграль теперь надо добавить воды и соли соль как вы видите крупновато поэтому сначала надо хорошенько размешать опару с водой солью так и соль же створится воде и это соленая уже вода хорошо перемешается с опарой думаю минуты 3-4 хватит для этого скучного процесса немного магии кино и смотрите все прекрасно перемешалось вот теперь можно добавлять муку это у меня обычная пшеничная высшего сорта правда с высоким содержанием глютена то есть сильная и вот сейчас вымешивать надо действительно долго в этом агрегате 20 минут вы посмотрите как тесто выглядит сейчас когда она еще недостаточно вымешано видите она неоднородная она конечно тянется за крюком при этом но еще явно жидкая и вот она сползает все с крюка и рвется вымешиваем дальше видите что произошло с тестом то есть практически 20 минут она вымешивалась никаких изменений не происходило и вот только самом самом конце вот какое оно стало после того как тесто собралось комок и поползло по крюку ну или по крюкам вашего миксера нужно вымешивать на средней скорости еще минут пять то есть вот в этом самая сложность приготовления чабата и заключается давайте продолжим и вот так вот все выглядит по истечении 20 минут вымешивания еще пяти дополнительных смотрите тесто конечно все еще литит к пальцам но обратите внимание если его тянуть то она растягивается очень тонко вот это состояние называется растягивается в окно видите какой она она очень тонко тянется вот в этом состоянии правильно вымешанного для чабата тесто окно и потому что такие дырки появлены получаются а теперь начинается процесс введения теста смажу чашку оливковым маслом это чтобы такое вот влажное липкое тесто не слишком уж сильных стенкам липло и теперь переложу его сюда чтобы поверхность не пересыхала надо накрыть его пленкой и в таком вот виде оставить подниматься на два-три часа но каждые 30-40 минут тесто нужно будет проделать определенную процедуру чуть позже увидите я к оставшейся опаре добавлю опять воду опять соль и все как с первой партии чтобы не тратить ваше время я промежуточные этапы не показывал сейчас добавлю зерновую муку смотрите какая крупномолотая и с ней все то же самое опять вымешивают 20 минут и вот смотрите как выглядит хорошо вымешанное тесто из цельнозерновой муки ну частично цельнозерновой видите растягивается вот это самое окно вот такое вот вымешивать тесто нужно именно до такого состояния до долго это собственно говоря основная сложность приготовления этой разновидности хлеба я вот подумал что для пущего интереса надо провести эксперимент парочку чиабат я выпеку в своей духовке на камне а парочку в дровяной печи и сравним результат это моя печь для пиццы и подходит на лучше всего именно для пиццы вот с прочей выпечкой есть определенные трудности достаточно сложно угадать с температурой надо вернуть и гореть топлю апельсином оливой и каменным дубом каменный дуб инсимона испанском наверное самый подходящий вид топлива наших краях дает наибольшее количество жара и да слышите наверно периодически включаются есть отбойные молотки и прочее заранее прошу прощения последний дом нашей урбанизации вот в этом крыле купили то ли бельгийц то ли еще кто-то затеяли ремонт поэтому будет шумновато пока я камеры из дома на улицу и обратно таскал прошло как раз 40 минут по сути конечно не очень удобная лучше выбраживать тесто широкой потому что вместо обычной обминки надо делать так называемое складывание вот смотрите руками смазанным оливковым маслом я с краев аккуратно подцепляю тесто и складываю ну вернее пытаюсь сложить приминать тесто не надо вот такая работа с ним очень важна для получения правильной текстуры для получения крупных пузырей и опять накрываю пленкой и оставляю в таком виде еще на 40 минут ну а складывание теста из цельнозерной луки показывать не буду там все то же самое встретимся еще через 40 прошло еще 40 минут очередное складывание теперь еще более аккуратная на этот раз поднимают только с одной стороны и складываю пополам как получится все больше ничего делать не надо опять накрываю пленкой и оставляю в покое еще на 40 минут если у вас дома тепло но выше 22-24 градусов то общее время брожения для вашего теста это два часа если прохладно 18-20 или даже прохладнее то три часа всего нужно тесто за время брожения каждые 30-40 минут подвергать складыванию вот именно так как я сейчас показал то есть пополам и все ничего приминать не надо очень аккуратно с тестом обращаемся у нас пока прохладно поэтому меня всего тесто будет бродить три часа до встречи уже за готовым тестом смотрите как выглядит готовая пора из него формовать чиабатты обращаться очень аккуратно вот просто переворачиваете чашку и даете ему выводятся под своим весом не выдавливайте из него газовые пузыри вот из этого получится парочка разделю пополам для этих целей я пользуюсь кулинарным шпателем делю на глаз и получилось конечно скорее всего не точно да ладно мы же не в аптеке а теперь вот так вот аккуратно подцеплю снизу и перекладываю на бумагу для выпечки вот именно сейчас я формирую будущее хлеба растягиваю в эдакий разлапистый тапок так как выпечка будет происходить в разных местах я имею ввиду в духовке и в печи дровяной то разложу чиабатты попарно то есть в дровяную печь у меня пойдет 1 чиабатты стальной зерновой муки 1 из обычной и тот же самый комплект готовлю для духовки сейчас очень важный момент которым пренебрегают но практически по моим наблюдениям 90 процентов авторов роликов на ю тубе расстойка за то время пока я возился сейчас с тестом она при всей моей осторожности все-таки потеряла часть газовых пузырей часть своей пышности и нужно дать дрожжам поработать уже в изделии минимум 60 минут лучше 70 75 только тогда вы получите максимально пышную выпечку чтобы поверхность теста не пересыхала надо накрыть полотенцем но тесто очень большой влажности а значит полотенцу будут наверняка приклеится именно поэтому я сейчас я втираю у него в муку полотенце для этих целей нужно брать холщовые или льняное и вообще раз уж собрались в хребопеке податься выделите специально одно полотенце только для этих целей для хлебопекарных и ничего другого это полотенце не используйте прежде чем накрывать я еще и сами чиабатты обильно мукой присыплю вот так а теперь полотенце у нас на кухне атмосфера суховатая поэтому накрою еще одним полотенцем и вот это второе слегка увлажню он да и пора уже раскочегарить духовку до 240 градусов в духовке у меня на самой нижней полке лежит камень поставить эти канал знают от прекрасно видели уже неоднократно до встречи через час с четвертью печка разогрелась вот я практически обмел пора за дело смотрите как либо расстоялись вот так вот обратите внимание из интегральной муки поднялось значительно хуже потому что она все-таки слабее чем вот это вот моя и стакан воды для увлажнения по сверху внутри печи вот так вода нужно для того чтобы не сразу на поверхность корочка образовывалась прикрою дверцу и пойду в духовку хлеб заброшу прямо на бумаге для выпечки главное не обжечься и сразу же стакан воды на дно и опускаем до 220 градусов вы спросите зачем 240 тогда ставить до объем духовки то небольшой вы дверцу открыли все тепло наружу выпустили там никаких не 240 220 там градусов 160 дай бог осталось но стенки нагреты до 240 и они достаточно быстро температуру поднимут надеюсь до 220 так что вот так пойдем на улицу посмотрим что там творится так что тут у нас здесь здесь у нас все ну относительно отлично пора все вытаскивать иди сюда и сюда смотрите какая да конечно вот это от мука интегральная она достаточно слабая видите она плохо держит форму и поэтому практически плоская действительно тапок разглепистый а вот это вот из муки высшего сорта она у меня сильная сразу видно насколько хорошо удерживает форму при этом корочку слышите стук прекрасно все с корочкой даже здесь здесь конечно более плотной получилось ну надо смотреть на разрезе а вот так вот выглядит это чиабатта красота ну что пойдем сравнивать хлеба на улицу дровяная печь дровяная печь духовка духовка интегральная мука интегральная мука пшеничная обычная высшего сорта пшеничная обычная высшего сорта давайте смотреть что у них там внутри разрежу сразу все хлеба так это у нас духовка это у нас дровяная печь такие дырки то огромные вы видите что творится ужас и опять дровяная печь так но духовка аккуратненькие такие дырочки в дровяной печи ужас что творится но нормально что касается цельнозерновой муки сейчас покрупнее покажу видите цельнозерновая соответственно в ней глютена меньше получается поэтому она хуже держит форму хуже удерживает газ поэтому дырочки маленькие это мой первый опыт использования в такой пропорции цельнозерновой муки я обычно готовлю добавлять цельнозерновую но не больше наверно 30 процентов и поэтому цельнозерновой получается он конечно не такой насыщенного вкуса как вот этот вот еще не попробовал уже говорю про вкус да ну по запаху по крайней мере вот но дырки больше получаются тем не менее это все можно варьировать смотрите вот вот про что я говорил видите это из печи пятнами донышко подгорает да прям до углей потому что очень сложно регулировать печи дровяной температуру я до сих пор не набил руку на этом деле что касается вкуса давайте посмотрим так буду попарно пробовать запах так и это тоже так кусочек из духовки чабата чабата вот это чабата из печи кстати из печи корочка более хрустящая получилась потому что температура видимо все таки повыше было наверное за счет ощущения дымка может вот этой легкой подгорелости донышко вкус хлеба из печи все таки немножко лучше не могу сказать что прям принципиально лучше но вкус лучше текстура хуже текстура мне больше нравится из духовки что касается цельнозерновой так и вот так так это из духовки этой печи вкусненько здесь карте наблюдается та же самая печи за счет того что температура видимо донышко была повыше он немножко сильнее прижарился более поджаристый снизу хлеб получился поэтому аромата немножко больше но не могу сказать что принципиально больше поэтому мне удобнее готовить в духовке и я дальше хлеб как раньше буду печь все-таки в духовке не в печи а печь оставлю все-таки для пиццы берите рецепт на вооружение пробуйте если мне жалко столько времени на это дело убить спасибо за компанию и всем пока ỉ а а